Это все лирика, но что же теперь делать? Я не буду ничего говорить, просто пожелаю удачи. Это называется холодный душ в то время, когда хочется горячего. И ничего страшного в такой смене нет. Но никто никак не может набрать эти преслободы 50%. Привет, это я Андрей Богданович, это мой погляд. Каждую неделю я просматриваю Кировоградский интернет и комментирую то, что мне понравилось или не понравилось. Это моя личная точка зрения. И на этой неделе это тарифы на газ в Александрии. Если ты активист, то можешь стать директором рынка. Кто станет директором Центрально-Украинского государственного педуниверситета? Алена Алена, как пример успешности для кировоградцев. И кабриолеты на зимних дорогах Крепивницкого. Что я вам скажу, холодно и дорого. В начале 2021 года главная тема не только для жителей Кировоградской области, или Крепивницкого, или Александрии, для всех украинцев это новые цены на газ. Пришло время расплаты. Ну, неудивительно, потому что то, что мы увидели в платежках, это существенно отличается от прошлогодних цен и особенно от обещаний нашего любимого президента. Это называется холодный душ в то время, когда хочется горячего. Но, как часто бывает, проблема оказалась многослойной. Хотя народ, как всегда, почему-то смотрит только на первый слой. И так по всей стране, и в том числе по Кировоградской области, прокатились митинги недовольных новыми газовыми ценами. Люди пикетировали местные и областные власти с требованием снизить эти цены на газ. И власти стали на сторону людей. И глава облсовета, и мэр Александрии, и мэр Крепивницкого с народом. И это я вам скажу предсказуемо, потому что местные власти у нас никак не связаны с ценами на газ. Потому что они их не устанавливают. И было бы логично, чтобы митингующие пикетировали как раз тех, кто устанавливает цены. Но тут оказывается не все так просто. Мало того, очень интересно. Ну, например, в Александрии пикетировали горсовет в том числе и представители пророссийской партии ОПЗЖ. И это меня очень удивило. Я объясню почему. Вы же знаете, что справедливых цен не бывает. Это понятно, потому что кому-то справедливая цена 3 гривны, кому-то 5 гривен, кому-то 7, кому-то 20 гривен. Но в нашей стране действуют рыночные цены на газ. То есть, это рынок диктует цены. И, конечно же, те, кто занимается поставками газа для населения. Так вот, в нашей стране большинство таких компаний, в том числе Кировоград ГАЗ, принадлежит или принадлежат Дмитрию Фирташу. Я напомню прямому спонсору любителей России из ОПЗЖ. Получается, митингующим из ОПЗЖ надо пикетировать саму ОПЗЖ. А так, получается, ОПЗЖ поступает, как в известной украинской поговорке. Кто всрався? Невистка. То есть, как высокие цены на газ устанавливать для народа, так значит, это спонсор ОПЗЖ. А если кто виноват, то это, конечно, власть. Вот, кстати, кому принадлежат такие компании газовые в Украине. Фирташ – это 70% рынка. Люди Фирташа, Левочкина и Бойко – это 6 компаний, в том числе Кировоград ГАЗ, кстати. Виктор Попов – 3 компании. Остальные фамилии и имена по одной компании – это Игорь Учитель, Владимир Кузьменко – неродственник мэра Александрии. Затем Четверякова, Буц, Громотюк, Крованский, ну и компания «Нафтогаз». Как же так получилось, что у нас практически рынок оказался в руках пророссийских сил? Для этого надо напомнить времена Виктора Федоровича Януковича. Тогда и скупили тотально облгазы в 2012 году. Постепенно вот эти местные облгазы пришли в частные руки из государственной собственности. Продавали тогда мелкими пакетами, чтобы обеспечить удобную минимальную цену. Ну а последние, так сказать, кусочки государственной собственности ушли в декабре 2013 года. Тогда уже был Майдан и Янукович явно торопился как мог. Вот, кстати, именно тогда, в это время, попал в частные руки и Кировоград ГАЗ. Это все лирика, но что же теперь делать? Как минимум, не забывайте, что хоть рынок в большинстве своем принадлежит Фирташу, на нем есть хоть какая-то, но конкуренция. И вы можете выбрать поставщика газа с наименьшей стоимостью этого самого газа. То есть, сэкономить. Я вам подскажу пятерку самых дешевых и самых дорогих поставщиков. Итак, самые дорогие сначала, чтобы вы не клюнули на них. Пятерка самых дорогих это Львив Энергосбуд. Там кубометр газа стоит 10 гривен 80 копеек. Черновцы Газбуд 9 гривен 93 копейки. Миколаев Газбуд и Житомир Газбуд. Ривна Газбуд и Волынь Газбуд. Это 9 гривен 92 копейки. А теперь самое дешевое. Слушайте, записывайте и можете там гуглить. Значит, это ТОВ Газ АП. Стоит кубометр газа. Внимание, вы помните 10 гривен у самых дорогих. Здесь 6 гривен 99 копеек за кубометр. Затем, компания Мегаватт 7 гривен 5 копеек. Агросинтест трейдинг 7 гривен 8 копеек за кубометр. Энергетичные ресурсы Украины 7 гривен 11 копеек. Аскане Энерджи 7 гривен 20 копеек. Ну и ладно уже, нафтогаз Украины 7 гривен 22 копейки. Это цены на 10 утра 28 декабря прошлого года. Они, по-моему, актуальнее сейчас. Ну, цены вы узнали. Теперь спросите, а как сменить поставщика газа? Потому что ж никто не знает в основном. Оказывается, нам можно сделать не идти пешком в этот Кировоградгаз или еще куда-то. А можно сделать онлайн. То есть, нужно подать заявку и пакет документов новому поставщику. Алгоритм такой. Выбирайте поставщика. Для этого проверьте, есть ли у него лицензия. Проверяйте это на сайте НАЦКомиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. Второе. Подаете заявку. Ее можно скачать на сайте газправда.com.ua. Это, кстати, очень прикольный сайт. Я вам очень советую воспользоваться всей информацией, которая там есть. Документы, которые должны быть поданы с заявкой. Это документы на право собственности, на квартиру или дома. Затем паспорт ваш, понятное дело, и идентификационный код. И документы, которые может потребовать сам поставщик. Их перечень у них есть на сайте. Третий шаг. Ждете уведомления от нового поставщика о дате начала поставок. И четвертый шаг. Это получаете итоговый счет от предыдущего поставщика. И рассчитываете с ним. Ну, или если вас не устраивают эти цены, то идете в суд и уже там доказываете, что эти цены там правильные и неправильные. И ничего страшного в такой смене нет. Но если вы реально платите 9-10 гривен и 8 гривен за кубометр, то, по-моему, круто и нужно переходить на более дешевые цены. Например, на 7 гривен там 20 копеек или даже на 6.99. И если вам хочется детально разобраться, как сэкономить на газе, то я вам еще раз советую сайт газправда.com.ua. Там все доходчиво и пошагово описано. Ну, и да, в следующий раз, если вы недовольны ценами частной компании, то, пожалуйста, пикетируйте именно частную компанию, а не власть, которая на стороне народа. Александрийский активист Александр Кияшко стал директором Александрийского центрального рынка. Прекрасная карьера. Ну, в принципе, Александр стал директором рынка, но продолжил действовать как активист. Первым делом он обнародовал интересную информацию. Оказывается, в смутные времена правления Степана Цыпяка Александрийский рынок стал должником. Итак, коммунальное предприятие оказалось с долгами в 1 миллион гривен. Ни хрена себе! А на счетах осталось средств на 37 тысяч гривен. Мне интересно стало, за что должен рынок Александрийский целый лям. Так вот, рынок должен за охрану территории 245 тысяч гривен. Непонятно, сколько рынок не охранялся в таком случае. Значит, за землю, за аренду, я так понимаю, 143 тысячи гривен. Долг по зарплате 326 тысяч гривен. Он какой, у нас социальное коммунальное предприятие было и очень социальное руководство города. И я даже не знаю, это типа обидка или просто стало пофиг на людей. Или он просто не умеет читать, как я говорил в прошлом выпуске. Или это преднамеренно так было сделано. И эти Александрийские долги, но они мне напомнили ситуацию с Яценюком, который стал примером после злочинного уряду и Влада Януковича. Там тоже оставалось сбежать тысячи какие-то долларов, хотя должны были миллионы. И это, кстати, хороший ответ оппонентам Кияшко, которые активно выступали в соцсетях против назначения активиста. Это, в принципе, и вызов для самого Кияшко, потому что судить о деятельности активиста на месте директора будут по этому показателю. Например, через год долг полмиллиона, например, это уже успех какой-никакой. Или если он в плюс выйдет с этим бюджетом, то вообще герой. Пока же директор активничает, он активно встречается с сотрудниками рынка. И посмотрим, что изменится. Если я буду в Александрии после карантина, то обязательно зайду на рынок и опишу свои впечатления. И, кстати, интересное мнение самих александрийцев. Что вам хотелось бы изменить в работе рынка? Интересное мнение как продавцов, так и покупателей. Пишите в комментах. Так, в Кропивницком можно вечно смотреть на три вещи. Как строят высотку возле Аценоса в Кропивницком. Как разрывают и зарывают теплотрассу на улице Черновола. И как выбирают ректора Центральноукраинского государственного педагогического университета имени Владимира Вениченко. Иронично. Эта история длится с прошлого года. Тогда было два претендента. Это Олег Семенюк и Валерий Радул. Но в результате нескольких голосований ни одному, ни другому так и не хватило этих самых голосов. Потому что каждый из них должен, ну если он победил, то должен набрать 50% плюс один голос. Но никто никак не может набрать эти пресловутые 50%. Теперь все поменялось, снова выборы, снова можно свою кандидатуру выставлять для голосования. И вот таких претендентов я вам скажу теперь 7. Значит в списке несколько имен людей, которых я знаю лично. Поэтому я не буду ничего говорить. Просто пожелаю удачи в этих выборах. Потому что именно она понадобится им при голосовании. К сожалению, я не знаю подробностей программ каждого из участников этого избирательного забега. Долгого марафона можно назвать. Но мне бы хотелось, чтобы после этих выборов в универе, в моем родном универе, было бы престижно учиться. И чтобы этот вуз выпускал тех людей, которые бы меняли жизнь города и области, да и страны в лучшую сторону. Со своей независимой экспертной точкой зрения, например. И со своим четким алгоритмом своих действий, как и страны в принципе. И да, а вы-то за кого в этом удивительном соревновании гуманитариев, юристов и одного химика? Я очень люблю наблюдать за местным сегментом интернета. Сразу видишь все автоновости, например. Раньше, например, был дрифт в Кварпивницком на Полтавской. Я в прошлом выпуске показывал. Среди Белого дня, между прочим. А вот теперь есть дрифт в Александрии. Там на Жигулях в ночное время пытаются изобразить, я так понимаю, кадры из фильма «Форсаж». Я бы назвал это винтажным дрифтом. Хотя, честно говоря, кто его знает, что там у Александрийских гонщиков под капотом. Ну, а пока в Александрии лихачат на Жигулях, в Крапивницком зимой разъезжают на кабриолете. Пользователь Фейсбука Игорь Ермаков выложил видео автомобильного, так сказать, дефиле по улице Черновола. Это в тот редкий момент, когда еще она не перекопана. Виталик, поехали телок снимать. Так мне нельзя, я в батюшке ушел уже. А? Не пойди? Я сам принял, все уже. Какой? Ну как, сынок? Круто. Такой кабрик сзади. Уметься, если ты сзади, с тебя посадить? И если не ошибаюсь, шикарная машина у Игоря, это Мазда. Но я могу ошибиться, я же в жизни не водитель, так, пассажир. Еще с 90-х помню, что каждый шикарный автомобиль в Крапивницком, это стабильный источник доходов. Потому что это аренда головной машины на каждой свадьбе. Ну, в свадьбе он, в кортеже. И именно в таком АПЛА, помню, раритетные старые автомобили, и даже американские, которые привозили такие большие, широкие, Олсмобиль, например. Так что владелец с таким агрегатом, кабриолет, да еще и зимой, будет всегда в цене. Хороших дорог владельцу и соблюдение правил дорожного движения. Ну, а теперь кировоградский пример для всех местных воспитательниц детских садов и вообще бодипозитивных людей. Ни статус, ни физическое состояние тела, и главное, если у человека есть талант и желание. Украинская рэперка, родом из Кировоградщины, Алена Алена, стала лучшей талантливой певицей Европы 2021. Это круто. Официальный приз называется Music Moves Europe Talent 2021 в смысле. У нее было 16 соперников, и Алена Алена их обогнала в Глазване, за что получила 10 тысяч евро и пакет поддержки от партнеров премии. На этом Алена не перестала побеждать, кайповала и дальше. Получила и приз Public Choice, то есть выбор народа. И еще, заметьте, 5 штук евро и съемки в прямом эфире в парижской студии Deezer. Вот это везет, так везет. И это благодаря, нет, это даже не везение, это все-таки благодаря трудолюбию и таланту. Так что, кировоградцы, дерзайте. Ну а кроме этого, лайкайте и комментируйте, подписывайтесь и помните, что все изменяется на краще. Если, конечно, сильно захотеть. Пока.